В эфир телеканала Хабар. 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 Госпожа Монжолова, вы меня видите, слышите? Госпожа Монжолова, вы меня видите, слышите? Да, да, да. Замечательно. Связь есть. Замечательно. Ну вот, хорошо. Раз, как вот ваш коллега из Западно-Казахстанской области отметил в этот раз в электоральном процессе много новых людей, которые ранее не участвовали в политической жизни и ни разу до этого ни разу не участвовали в, так сказать, предвыборной борьбе. Давайте попробуем, ну, в виде, скажем так, рекомендаций, в виде вот простого объяснения, попробуем рассказать, что можно кандидатам делать в рамках предвыборной агитации, предвыборной борьбы, а что категорически нельзя и запрещено. Можете попробовать сформулировать? Предвыборная агитация осуществляется четырьмя способами. Через средства массовой информации, путем проведения публичных предвыборных мероприятий, а также личных встреч кандидатов и их доверенных листья избирателями, путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов. А также вот мовшество этих выборов, это посредством онлайн-платформ. Пользователи онлайн-платформ, желающие на договорной основе участвовать в агитации, должны были представить в избирательные комиссии сведения о размерах оплаты, условиях размещения агитационных материалов. Эти сведения должны были быть представлены не позднее пяти дней до начала агитации, то есть до 14 февраля. Вот у нас в Павлодарской области до 14 февраля были представлены сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площадки 116 СМИ и 76 пользователей онлайн-платформ. Именно с ними кандидаты и политические партии могут заключать договора, размещать у них агитационные материалы. А что категорически запрещено, что категорически нельзя делать кандидатам в своей предвыборной агитации, за что их, так сказать, либо накажут, либо каким-то образом снимут сгонки? Воздержаться от публикации агитационных материалов и иной формы информации, заведомо порочащих честь и достоинство, также деловую репутацию кандидата либо политической партии. То есть, грубо говоря, черный пиар запрещен? Запрещен категорически. Публикация агитационных материалов, но, как мы уже знаем, средства массовой информации, не представившим ценовые предложения в срок, также влечет ответственность. То есть, как я уже выше говорила, публиковаться могут только на тех платформах, на договорной основе, которые нам подали в свое время заявки, также средства массовой информации. Ну что ж, стоит отметить, что, естественно, вот подобная агитация, она, конечно же, требует денег, и в этом смысле обязательно каждому из претендентов выделяется из бюджета определенная сумма на то, чтобы он смог оплатить услуги СМИ, в данном случае, так сказать, или каких-либо блогеров, о которых, собственно, говорила госпожа Аманжолова. Мои коллеги подготовили небольшой материал, который как раз-таки показывает, сколько именно денег предусмотрено на каждого из кандидатов. Давайте взглянем. Размеры расходов кандидатов в депутаты, покрываемых из средств республиканского бюджета, определяются следующим образом. Для кандидатов в депутаты мажориста парламента Республики Казахстан, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 950 тысяч тенге. Для кандидатов в депутаты маслехатов областей, городов республиканского значения и столицы, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 550 тысяч тенге. Для кандидатов в депутаты маслехатов городов и маслехатов районов. Аналогичная сумма составит 350 тысяч тенге. Хотелось бы обратиться к известному казахстанскому политологу Андрею Чеботареву. Господин Чеботарев, здравствуйте. На ваш взгляд, вот это ожидание, которое озвучил господин Капаков о том, что, собственно, эта гонка, эта предвыборная борьба в этот раз окажется, так сказать, очень жаркой и очень непредсказуемой. Насколько, так сказать, согласитесь или не согласитесь с таким прогнозом? Ну, действительно, так оно и есть. Я считаю, что лицом этой избирательной кампании и основным фактором ее, можно сказать, оживления являются кандидаты, баллотирующиеся по одномандатным избирательным округам и в депутаты Мажелисов, депутаты Маслихатов. Особенно будет интересно посмотреть за предвыборной кампанией в регионах, потому что, как правило, все наблюдают в основном за республиканской кампанией, то есть Мажелисы, и мало кто замечает, как это проходит на уровне городов, районов, областей, имеется в виду Маслихаты разного уровня. А там мы видим, что где-то 50 на 50 картина, то есть по партийным спискам и одномандатная круга, а где-то в городах областного значение чисто уже будет по мажоритарной системе. Слушайте, а нет опасности, что вот своего рода произойдет смешение разных агитационных кампаний, и от кандидатов в депутаты Мажелиса, и от кандидатов в депутаты Маслихата. Прошу прощения за ошибку. И в голове у пользователя конечного, у избирателя, собственно, какая-то каша образуется. И, так сказать, ну просто в один момент мы выбираем и, собственно, Мажелис, и, собственно, Маслихата. И вот есть у меня какое-то внутреннее опасение, что мы просто запутаемся в этих больших списках кандидатов, кто куда, какую платформу продвигает и так далее. Или нет, или не стоит этого бояться? А у нас все-таки политический процесс, он в большей степени персонализированный. И, мне кажется, значительная часть общества уже устала от партий, с их программами, с тем, что эти программы всегда озвучивались, но мало кто исполнял из этих партий. И поэтому сейчас действительно все внимание привлечено, на мой взгляд, к одномандатникам, особенно беспартийным самовыдвиженцам, или, по крайней мере, тем кандидатам, которые заявили о том, что они готовы создавать новые политические партии. И очень хорошо, что есть большой вот такой плюрализм, разные точки зрения, разные идеологические позиции сейчас звучат. Да, понимаю, избирателю будет очень трудно ориентироваться, когда много людей баллотируется и в Мажелиссе, и в Маслехаты, особенно там, где одновременно голосуют и за областной Маслехат, и за городской или районный. Ну да, перенасыщенный информационный опыт. Все зависит от того, как кандидаты сами себя подадут, потому что если правильно будут четко обозначать, кто куда идет, там и избиратель разбирается. Согласен, да. Но в этот раз, кстати, что интересно, ведь будет, ну, во всяком случае, он предусмотрен, этот механизм, пока еще я ни разу, мы еще ни разу не видели, чтобы он срабатывал, но, собственно, он у нас в этот раз и в первый раз, прошу прощения за тавтологию, собственно, этот механизм, насколько я помню, до этого не применялся. Я имею в виду императивный мандат, то есть возможность отзыва, собственно, депутата, который каким-либо образом не, скажем так, не обеспечивал реализацию своих обещаний, да, то есть он, собственно, обманул ожидания народа и так далее. И это, на мой взгляд, уменьшит как раз-таки количество тех кандидатов, которые просто там отсиживают свое время, либо там в Маслехате, либо в Мажелесе. Насколько, вот, как вы думаете, это, так сказать, сработает или не сработает? Ну, уже мы видим по сравнению со стадией выдвижения и со стадией регистрации, мы видим, что большие сокращения среди состава кандидатов депутатов всех уровней, и по Мажелесу, и по Маслехатам. Ну, я не знаю, насколько там играет роль фактор отзыва будущих депутатов, но банально кто-то не смог собрать деньги, мне кажется, на избирательную кампанию, особенно на избирательный взнос. Кто-то не сориентировался, а что делать дальше? Вот человек заявил, да, руководствуясь какими-то соображениями, может, там, скрытые политические амбиции. А потом понял, что делать дальше без команды, без программы и тому подобное. Вот, кстати, интересный момент. Здесь хотелось бы обратиться к представителю Казахстанского института стратегических исследований, господину Сайлау. На ваш взгляд, если вот учесть, что многие люди, многие кандидаты идут в этот, собственно, электоральный процесс впервые и не обладают опытом, собственно, этой самой политической борьбы, как совершенно верно сейчас господин Чеботарев отметил, то есть у них нет собственного механизма какой-то, команды поддержки и так далее. И даже некоторые просто-напросто иногда, ну, скажем так, не в состоянии правильно и грамотно сформулировать собственную политическую платформу. То есть иногда просто вот у некоторых одномандатников читаешь, так сказать, его предвыборную платформу. И, ну, у некоторых это все сводится к какому-то стандартному набору популистских лозунгов, там, землю крестьянам, фабрики рабочим, там, власть народу. Давайте сделаем все хорошо. Ну, а что хорошо-то на самом деле, как это сделать и так далее? Ведь быть депутатом Мажелиса, это не просто там просиживать и нажимать кнопку голосования. Ведь надо разбираться в куче законодательных актов и так далее. Нет? Да. Тут как раз-таки можно обратить внимание на то, как вот вся вот предстоящая агитационная компания будет развиваться. В том плане, что агитационная компания в определенном смысле выступит как естественный отбор для кандидатов. Как раз-таки представляя твою программу, вы будете видеть, у каких кандидатов просто вот эти, опять же, лозунги. Кто на самом деле не только обозначает проблему, но также предлагает ее решение. И подобным образом, как раз-таки голосующий, когда завтра пойдет на выборы, у него уже будет представление о том, кто... Вот вы, господин Сайлау, все-таки, скажем так, подсознательно, видимо, себе рисуете образ избирателя, как некого человека с высшим образованием, который будет досконально изучать платформы разных кандидатов и так далее. А вам не кажется, что многие из избирателей, как раз-таки, многие из граждан просто будут голосовать сердцем? То есть, они будут оценивать это на уровне нравится-не нравится. Не то, что там проанализировать каждую из платформ и сделать вывод, что у этого как раз-таки практические предложения, а у этого популистские лозунги и так далее. Но когда человек предлагает в этих популистских лозунгах, я не знаю, условно говоря, я заставлю завтра всех продавцов снизить цены на продукты в два раза, и народ такой, ура, все хорошо, молодцы, здорово. А как это сделать? Не разрушив экономические процессы в стране. В конце концов, торговать предпринимателя, заставить торговать себе в убыток тоже невозможно. Правильно? Вот. Но избиратель может на это и не обратить внимания. Он может, например, подумать, что да, этот человек за нас болеет, за людей, за народ и так далее. Как отличить зерна, отделить зерна от плевел и, так сказать, отличить популистов от реально думающих людей? Я как раз таки считаю, что в данном случае больше ответственности идет не на избирателей, не на то, что он должен досконально изучать всех кандидатов, а как раз таки ответственность в первую очередь на самих кандидатах, в том плане, чтобы представить действительно работающие эффективные решения поставленных проблем. Вот в таком-то случае, как раз таки, главное определение популиста, это человек, который предлагает, кандидат, который предлагает решение, ой, это кандидат, который говорит, вот есть какие-то проблемы, и, как бы, говорит, давайте их уберем. Но и не предлагает каких-то вот насущных содержательных механизмов их решения. И вот как раз таки в этом случае стоит обратить внимание на кандидатов, которые что-то действительно предлагают. Безусловно. Хорошо. Ну, с учетом того, что, собственно, эти выборы у нас, по сути, ознаменуют собой перезагрузку политической системы, страны, и работая ее в новом формате, то каждый раз это подтверждается теми или иными заявлениями. Предлагаю вам небольшую цитату из высказывания председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана, господина Абдерова. Значительный общественный интерес к избирательным процессам и активности, а также высокая конкурентность в текущей избирательной кампании, обусловлены новшествами выборного законодательства, предоставляющими возможность гражданам для самовыдвижения. Мне хотелось бы вернуться к разговору с госпожой Аманжовой. Я знаю, что, насколько я знаю, у вас, ну, скажем так, очень плотный рабочий график, и, так сказать, вам уже надо заниматься другими делами на прощание. Буквально два слова о наблюдателях. Что касается вот именно наблюдателей за выборами, много ли уже зарегистрировано, отмечено, и, так сказать, есть ли внимание со стороны наблюдателей к электоральному процессу в вашем регионе? В 7 января 2023 года вступила в силу норма закона об аккредитации общественных объединений, некоммерческих организаций. Те региональные общественные объединения, некоммерческие организации, они проходят аккредитацию в области, в территориально-областной избирательной комиссии. К нам в областную избирательную комиссию поступило 4 заявки от местных региональных общественных объединений для осуществления наблюдения в день голосования. Ну, кроме этого, в день голосования на участках будут наблюдатели от политических партий, которым не нужна аккредитация, они предоставят направление от политической партии и доверенные лица кандидатов. Те общественные объединения, не республиканские общественные объединения, не коммерческие организации, они аккредитацию получают в ЦИКе, и она распространяется и на филиал общественных объединений, которые находятся у нас в регионе. И надо отметить, что эта аккредитация, полученная после 7 января, она действует в течение одного года. Эти наблюдатели могут осуществлять функции наблюдения и на последующих выборах сельских хакимов и так далее. То есть она выдается на год. А интерес со стороны иностранцев ожидаете какой-то? Ожидается. Это привилегатива Центральной избирательной комиссии. Она проводит регистрацию иностранных наблюдателей. И как на прошлых выборах у нас было, мы ожидаем иностранных наблюдателей также. В силу того, что, вот коллеги выше говорили о том, что такое большое количество кандидатов, как от политических партий, так и путем самодвижения, вот это и будет вызывать большое, такое большое к себе внимание, привлекать и на осуществление наблюдения. Поэтому я думаю, что интересно будет это очень. Безусловно. Огромное вам спасибо. Напомню, что на прямой связи с нами была председатель Павлодарской областной избирательной комиссии Гульнар Аманжолова. Что ж, если уж речь зашла о наблюдателях, опять же предлагаю очень небольшой, короткий информационный материал. На сегодняшний день с момента открытия Института международного наблюдения аккредитованы 82 наблюдателя от 10 иностранных государств и трех международных организаций. Также представлены 14 кандидатур от миссий наблюдателей от Содружества независимых государств. Хотелось бы далее вернуться к разговору с представителем Западно-Казахстанской областной избирательной комиссии господином Капаковым. Итак, в самом начале мы, ну скажем так, подбили те цифры, которые предоставила Центральная избирательная комиссия относительно кандидатов. И вот мое внимание на себя обратил тот момент, что вот средний возраст кандидатов, он у нас уходит за 45 лет. В данном случае, так сказать, мы сформулировали, вычислили цифру на уровне 49 лет. И больше все-таки было зарегистрировано кандидатов мужчин. Можно ли из этого сделать вывод, что, ну скажем так, традиционно, для среднестатистического казахстанца политика, это, скажем так, в обычном представлении, политик, точнее, в обычном представлении, это обычно человек, мужчина, скажем так, второй половины жизни, скажем, постарше, умудренный, владеющим каким-то опытом и так далее. Насколько этот портрет, среднестатистический, на ваш взгляд, вот широко распространен сознание людей? Ну, если так сказать, то, что у нас есть кандидаты, которые 22 года, женщина-девушка. Но это кандидаты, которые... Но это кандидаты и заключения. Да, нет исключения. Я же говорил, очень много сейчас молодежи, которая идет по линии различных общественных организаций, практически сейчас, где-то 40-45 лет депутаты, которые идут, маслякаты, которые в районах везде, основном, молодежь тоже идет. Поэтому таких взрослых людей – это исключение. Потому что очень мало. Потому что многие взрослые, например, сейчас понимают, дорогу дать молодым. Пускай это... Если мы говорим «Новый Казахстан», новые молодые люди, новые взгляды, новые подходы, которые воспитываются в новом Казахстане. Понимаю. И это раз, да. Потом мы где-то говорили, когда спорили, что чем отличаются избиратели от тех периодов, которые есть, мы, которые знаем сейчас избиратели, очень грамотные избиратели. Они все сидят в социальных сетях. Они многоинформированы, чем раньше избиратели. Поэтому избирателям дано максимум возможностей наблюдать за каждым кандидатом. Практически многие кандидаты будут использовать социальные сети. Так же? Да. И вот они больше информируют, чем встречи, там, таких-то плакатов, которые где-то вешают, а больше сидят на информационной. Вот это особенность этой выборной кампании, что широко пользуются социальные сети. Это... А как вы думаете, вот все-таки сейчас для кандидатов, вот именно в регионах, в частности в вашем, больше, скажем так, прицел на то, чтобы попасть в мажилис и, так сказать, решать вопросы на уровне страны, на уровне всей республики, вырабатывать новые законы или там улучшать имеющиеся и так далее. Или больше интереса к тому, чтобы стать депутатом масляхата, ну, я не знаю, областного, городского, и заниматься именно нуждами своего региона, своего города, там, района или так далее, там, труднадо. У нас больше хотят быть областным масляхатом и городской масляхатой. Практически, потому что город, практически 50% населения западной казахстанской области живет в городе, поэтому есть особенность городского масляхата, городской жизни и областного масляхата. Это вопрос есть. Интерес есть к этому. Поэтому я могу сказать, твердую уверенность сказать, что многие, которые я разговариваю, встречаюсь, они хотят изменить стиль работы масляхата, подходы к решениям вопросов изменить, и эффективность выделенных средств, которые выделяются, например, чтобы действительно это было эффективно, которое не просто так уходило, например, да. Поэтому особенности есть, которые идут на масляхаты. Очень много ребят, которые видят, по-другому хочет видеть развитие Казахстана, по-другому хочет видеть новые движения, решения тех вопросов, которые сегодня представлены перед масляхатом. Поднять роль масляхата. Вот они хотят вот этот вопрос. И вот таких очень много интересных ребят, которые я вижу, сейчас начинает, будет раскрываться, в ходе выборной кампании будет говорить, но мы не вмешиваемся, как избирательная комиссия, но мы отслеживаем, смотрим. Замечательно. Спасибо вам огромное. Я напомню, что на прямой связи с нами был председатель Западно-Казахстанской областной избирательной комиссии ГСА Капаков. Огромное вам спасибо. Что ж, господин Чеботарев, и так, как вот сейчас отметил господин Капаков, многие в регионах сознательно и целенаправленно идут именно в масляхаты. То есть люди, так сказать, не стремятся, не столько стремятся в мажилиз, сколько вот именно хотят изменить что-то на местном уровне. Значит ли это, что мы в итоге, так сказать, получим некую новую, качественно, по-другому работающую вот работу этой самой ветви власти в виде масляхатов, там, городских, районных, областных и так далее, и что они перестанут быть, ну вот раньше мы как-то все принято было говорить, что масляхаты у нас как-то больше этакие придатки к акимату, которые просто-напросто там дружно голосуют, одобряя там бюджет города, района, области и так далее, и в общем-то зачастую масляхаты обычно не сталкивались, ну я имею ввиду, не ввязывались в противостояние со своим акимом. Теперь может ситуация измениться, как вы думаете? Ну я думаю, да, во-первых, то, что действительно идет такое многообразие кандидатов, депутаты масляхатов всех уровней, и это значит, что там придут представители разных партий, беспартийные люди, граждане. Потом еще такой важный момент, то, что у нас грядет реформа системы местного самоуправления, вот сейчас в Можилище парламента рассматривается проект закона, но уже следующий созыв будет, вот и вновь избран его рассматривать. Плюс у нас грядут выборы акимов уже районного уровня и городов областного значения, и это уже хорошо, то, что действительно параллельно с масляхатами будет избираться исполнительная ветвь власти, хотя бы акима вот этого уровня, и здесь надо будет уже выстраивать какие-то новые взаимоотношения между двумя ветвями власти, не так, как было раньше, когда акимов назначали, акимы действительно влияли на ход избирательного процесса в свою пользу максимально, как они могли. Сейчас уже и акимы могут быть другие, после того, как пройдут в 2024 году должны эти выборы состояться. И понятно, что даже вот сейчас действующим акимам, тем более они еще лишились статуса глав филиалов партии Аманат, бывший Муратан, и я думаю, что все будет по-другому. Ну и смотрите, мы получается вступаем в некую эпоху бесконечного электорального процесса. Ну то есть, я имею ввиду, что в регионах постоянно будут какие-то выборы, пусть даже небольшие, маленькие, там, выборы сельских акимов, выборы в маслехаты, там, районные, там, городские и так далее. И получается, что если раньше для нас выборы были чем-то, ну скажем так, сезонным, чем-то, теперь это становится постоянным, по сути, бесконечным. Насколько, как вы думаете, правильно, насколько эффективна такая модель? Ну это очень хорошо, это значит, что наша политическая система, которая при прежнем руководстве страны была очень закрыта, и сейчас она максимально, ну пусть шаг за шагом, но открывается. И вот, кстати, когда примут закон о местном самоуправлении, в сельских населенных пунктах, в городах районного значения появится новый представительный орган, КНС, где тоже будут избирать его членов. Это значит, что у граждан, которые проживают в тех или иных городах и регионах, у них расширится возможность не только избирать, но и быть избранными, выдвигать свою кандидатуру. Допустим, сегодня этот человек может баллотироваться в Маслихад, завтра он уже, если не пройдет вдруг Маслихад сможет баллотироваться либо в Бакиме определенного уровня, либо в КНС, если он проживает, в соответствующем населенном пункте, это очень хорошо. Ну, то есть, получается, что если человек чем-то недоволен, то вот в этой новой системе координат политических, что-то тебе не нравится, иди, избирайся и попробуй это изменить, собственно, на практическом уровне. Огромное спасибо, я напомню, что на прямой связи с нами был известный казахстанский политолог Андрей Диподарев. у нас буквально осталось минута-две. Господин Сайлау, давайте попробуем тогда спрогнозировать, если вот то, о чем мы сейчас с господином Чебетаревым говорили, ну вот, воплотиться в жизнь, да, и, собственно, роли и Маслихатов, так сказать, изменятся и вырастут, и Акимы будут избираться, и появятся кинесы, то, что произойдет, собственно, вот с, вот, скажем так, политической картой страны. То есть, я имею в виду, что мы до этого видели примерно одну и ту же колоду, которая, так сказать, составляла примерно один и тот же набор лиц на протяжении достаточно многих лет. Что произойдет в будущем, как вы думаете? Все эти изменения как раз-таки ведут к тому, что у нас немножко политика будет перестраиваться и из-за того, чтобы она шла сверху вниз, она наоборот будет идти снизу вверх. То есть, начнут появляться новые люди, интересные, харизматичные, яркие лидеры мнений и так далее? В том числе, за счет того, что мы усиляем представительство на местном уровне. То есть, если у нас будет формироваться вот эта вот культура и политическая среда на местах, то дальше оттуда уже это все будет идти наверх. То есть, как бы, система будет работать в таком порядке. Ну что ж, будет очень интересно на это взглянуть и посмотреть на истории политических каких-то биографий, которые будут формироваться в новых условиях. Спасибо огромное. Напомню, что это был старший эксперт отдела изучения электоральных процессов Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики Куаныш Сайлов. Огромное спасибо вам. Огромное спасибо всем экспертам, которые приняли участие в этой беседе и ответили на все вопросы. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала Хабар 24. Увидимся завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова